Ребят, всем привет, с вами Джамбу Макс, и в этом видосе я отвечу на самый популярный вопрос, который мне задают уже в течение двух месяцев, а именно, когда будет доступен бесплатный онлайн на Xbox в фри-то-плей играх? В видосе поговорим о следующем шоу Xbox, ну а также расскажу, когда, по моему мнению, ведут тот самый бесплатный онлайн. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал и забирай подписку Кинопоиск HDMulti по моему промокоду. Он, кстати, даст вам бесплатных 60 дней этой подписки, кучу скидок на сервисы Яндекса, а также, самое главное, при помощи этой подписки можно будет посмотреть режиссерскую версию Лиги Справедливости Зака Снайдера. Короче, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии. И давайте начнем. Начнем с того, что 23 января нам объявили о том, что на Xbox в условно-бесплатных играх не будет требоваться подписка Xbox Live Gold. То есть в игры, которые доступны бесплатно, можно будет играть в онлайн без какой-либо подписки. В общем, майки сделали то, что есть на PlayStation уже давно. На мой взгляд, это довольно хорошее решение, особенно после того, как они хотели повысить цены на Xbox Game Pass. Просто, если вы не знали, то анонс данной новости произошел буквально на следующий день, после запланированного повышения цен. В итоге народ сбунтовался, цены не подняли и анонсировали такое вот нововведение. И мне кажется, что как раз-таки из-за этого все так долго тянется, поскольку этот туз в рукаве они не планировали раскрыть так внезапно, а особенно после негодования по поводу повышения цен. То есть этот анонс, он был лишь направлен на устранение негатива в их сторону, и технически, как мы уже все поняли, он был не готов. Поэтому все это сейчас, видимо, и делают. Бесплатный онлайн в бесплатных играх – это очевидное хорошее решение, так как теперь игроки, которые покупают консоль только ради таких игр, как World of Tanks, Fortnite, Warzone, не будут платить за подписку, и таких людей, которые купят для этого Xbox, станет намного больше. Если вы вдруг сомневались, что есть такие люди, то не сомневайтесь, их много, и в свое время большинство таких людей выбрали плойку четвертую. Так как там давно уже такая фича, но теперь я думаю, что эти люди будут выбирать Xbox, поскольку в плане предложений игр, Xbox намного выгоднее. Но сами понимаете, выбор очевиден, бюджет ограничен, ком собрать дорого, и проще купить консоли и не париться. И если нет библиотеки игр, то выгоднее брать Xbox, ибо там есть подписка Xbox Game Pass. Кстати, напишите в комментариях, если вы из тех людей, которые купили консоль только ради бесплатных игр. Но давайте все-таки перейдем к главному вопросу, который задается мне каждый день, на каждом стриме, почти под каждым постом, и если честно, я уже устал отвечать на него. Так вот, в данный момент пока еще неизвестно, когда это все будет, ранее говорилось, что в ближайшие пару месяцев, но спустя уже как один месяц лишним, ни у кого так и не появилось точной и официальной информации. Но! 23 или 26 марта пока точно неизвестно, но скорее всего ближе к концу марта, майки проведут мероприятие по поводу будущего игр на Xbox. Ранее все думали, что это мероприятие будет посвящено играм, расскажут про будущие анонсы, покажут крутые проекты, я кстати тоже так думал, уже надеялся, что наконец-таки покажут Halo Infinite, озвучат дату, но походу нет. Поскольку Джефф Граф порекомендовал занизить ожидания вокруг этой презентации, и по информации сети на шоу нам расскажут о важности игровых сервисов Xbox. Плюс может быть все-таки что-нибудь тизернут. Кстати, если что, самый сок, самые крупные проекты нам должны будут предоставить именно летом, именно на E3 2021. Так вот, к чему я это все веду? На мой взгляд, скорее всего, именно на этом мероприятии нам либо расскажут, когда все-таки будет бесплатный онлайн в бесплатных играх, либо прямо во время этого шоу объявят о доступности данной функции. Кстати, хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что бесплатный онлайн будет только в бесплатных играх. Такие игры, как Батла, Хейла, Гиря и прочие все равно будут требовать подписку. Повторяю я это, поскольку на сегодняшний день многие думают, что лайфголд уберут вообще. Нет, он будет, но только для платных игр. И также еще раз подтвержу, что бесплатный онлайн в фри-то-плей играх будет 100%, но для этого нужно время. Вообще, анонс бесплатного онлайна в фри-то-плей играх на этом мероприятии, по сути, это идеальный вариант, по крайней мере, сделать мероприятие интересным. И, по сути, если на шоу действительно будут говорить о сервисах Xbox, то моя теория, возможно, все-таки правдива. Опять же, я не гарантирую этого, но все-таки конец марта нужно держать во внимание, поскольку сервис Xbox, это как раз-таки тот самый Xbox Live, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и прочее. Кстати, на этом шоу, скорее всего, покажут еще и новые игры по Xbox Game Pass, вроде там что-то годное обещают. В любом случае, не пропускайте это событие, как всегда, на моем канале мы это все будем смотреть, обсуждать, если не хочешь пропустить, ставь колокольчик. И, несмотря на то, что ожидания посоветовали снизить, все равно надеемся, что шоу будет не скучным и интересным, и майки, помимо бесплатного онлайна, внесут что-нибудь еще интересное. Если же говорить свое мнение насчет этой ситуации, а именно бесплатного онлайна и презентации, то к бесплатному онлайну я отношусь немножко нейтрально. Поскольку лично я играю все равно в платные игры, и не платить за подписку у меня просто не получится. Плюс я как бы уже подписчик Xbox Game Pass Ultimate, там до 23-го года, по-моему, и не сильно парюсь насчет продления подписки, ибо она уже в комплекте. Но, несмотря на это, я очень рад за тех, кому бесплатный онлайн необходим, поскольку я понимаю, что есть куча игроков с ограниченным бюджетом, кому-то купили консоль родителей, и кому-то просто за подписку платить дорого. Ну, а играть, соответственно, хочется. Тоже был в такой ситуации, поэтому прекрасно понимаю ажиотаж вокруг этой темы, и надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Если же говорить о презентации, то все-таки я доверюсь графу, ибо майки после XO жестко лажанули, поняли, что лучше теперь занизить ожидания, чтобы добиться хоть какого-то респекта, и поэтому, если ждать каких-то бум новостей, то совсем немножко. Мне кажется, все-таки на шоу расскажут про бесплатный онлайн, обведение каких-нибудь мер против читеров, про кроссплей и рейтинга игроков. А у нас новых игр по подписке и что-нибудь еще. На новые игры я уже особо не надеюсь, поскольку сейчас индустрия стоит в стагнации, была пандемия, и пока все это как-то не может набрать обороты, и новых игр, я думаю, мы увидим не раньше лета, увы. Но, несмотря на это, хотя бы про Halo Infinite, которая должна была выйти со стартом Xbox Series, услышать на этой презентации я был бы не против, ибо очень интересно, как она изменилась с того времени. В общем, ждем конца марта и посмотрим, что он для нас приготовили. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, после этого видео будет меньше подобных вопросов. Обязательно пиши свое мнение на этот счет, что по твоему мнению покажут на мероприятии и когда по твоему мнению будет бесплатный онлайн. И если видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал и до новых встреч.